На Таймыре разыгралось учебное сражение за высадку морского десанта. Перед группировкой сил Северного флота, афиации и спецназа Центрального военного округа поставили нетривиальную задачу – отбить захваченный плацдарм и обеспечить высадку техники. Эффектные кадры в эфире Арктик ТВ прямо сейчас. Эти учения Северного флота интересны тем, что проходят не в соленых водах арктических морей, а на акватории одной из величайших рек. Енисея – природная граница, разделяющая Западную и Восточную Сибирь. Впрочем, участникам тренировки некогда рассуждать о красотах полуострова Таймыр. Военным специалистам предстоит уничтожить группу условных террористов. Боевики планировали захватить один из важных промышленных объектов района. Бой начинается с авиационного удара. После этого в тыл к противнику вертолеты высаживают группу спецназа. Но отряд не ввязывается в перестрелку. Его задача – корректировка артиллерийского огня с кораблей. Уже через несколько минут берег зачищают орудия большого противоводочного корабля «Североморск». На сушу доставляет группу военных инженеров. Специалистам с металлоискателями предстоит разминировать подходы к берегу и подготовить место высадки техники. Действия инженеров прикрывают морские пехотинцы. На пляж они добираются на быстроходных катерах. При этом морпехи не боятся замочить форму и спрыгивают с плавсредства прямо в воду. После подготовки позиций к береговой линии друг за другом подошли большие десантные корабли. Они упираются в грунт, и с твиндеков на берег сходит колесная и гусеничная техника. На фоне легких БТРов и машин десанта особенно выделяется самоходная гаубица «Гвоздика». Это почти 16-тонная махина, способная разносить в пыль даже укрепленные доты. Так что у потенциальных противников, засевших в укрытие, нет шансов. В учении приняли участие экипажи кораблей, морские пехотинцы и арктические мотострелки Северного флота, авиация и подразделения специального назначения Центрального военного округа, а также подразделения воздушно-десантных войск. По оценке командования, весь личный состав продемонстрировал высокий уровень боевой выучки.